МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но с каждым годом количество гостей все увеличивается. Да и городов-побратимов становится все больше. Так совсем недавно их список пополнил Брест. Наверное, в следующем году можно уже организовать площадку белорусской культуры, потому что она многогранна, она очень интересная. Это относится и к кухне, и к национальным танцам, костюмам, песням. Поэтому, наверное, как бы в планах тоже будем вместе все совместно с администрацией думать. Этот фестиваль на протяжении всего времени своего существования знакомил рязанцев с культурой городов-побратимов. В этот же раз особый акцент сделан на национальные содружества. У нас в Рязани очень много. Дом общественных организаций областной большую работу очень проводит. И нам помогает проводить городу Рязани госсодружеств национальных культур. Вы заметили, что, начиная с Масленицы, на всех мероприятиях представителей разных национальностей, которые живут в нашем городе. Поэтому думаю, что вот эта вот традиция, она будет не только в этом году, но она продолжится и в следующие годы. И ведь каждая культура, она многогранна. Мы отдаем дань всем культурам. Мы очень рады, что здесь, в Рязани, у нас, слава богу, гармоничные отношения складываются между различными национальностями. И будем работать над этим и будущим. И вот такие фестивали, они очень интересные, очень правильные, я считаю. И сегодня, конечно, хотелось бы пожелать всем нам проводить и дальше подобные мероприятия, которые прилегают очень многих участников, очень многих жителей. И это по-другому быть, на мой взгляд, не может. Песни, танцы, угощения, сувенирная продукция. Всем этим наслаждаться можно бесконечно. Особенно на обновленной к празднику улице Почтовой. И, пожалуй, теперь ее смело можно называть Рязанским Арбатом. Сама идея реконструкции Почтовой возникла тогда, когда мы пришли к мнению, что у нас мало таких знаковых мест, где бы рязанцы и гости Рязани могли бы отдохнуть. Ну, пожалуй, только Кремль Рязанский. И мы решили, что с точки зрения развития туризма в городе Рязани, привлечения сюда большего количества гостей, необходимо создать еще одну культурную зону. И мы остановились на улице Почтовой, естественно, как пешеходной зоне. Решили сделать реконструкцию. Администрация города очень в этом, ну, скажем так, активно участвовала. И без нее бы, наверное, проект не состоялся. И теперь стоит задача, чтобы наполнить эту улицу музыкантами, художниками, разными интересными мероприятиями, событиями. Самое приятное, что улица ремонтировалась не на деньги бюджета, она ремонтировалась на деньги горожан. Вот это вот я хотел бы выразить большую благодарность тем, кто принял участие. Те, кто перечисляли деньги, те, которые подсказывали, помогали, вносили свои предложения. И это вот самое главное, что есть в этой улице. Ну, наверное, надо поделиться с планами на следующий год. На следующий год будем делать Лыбидь и будем делать Центральный парк культуры водопровод. Ну, а пока день города еще не закончился, здесь достаточно мероприятий на любой вкус и возраст. Гигантские мыльные пузыри, обучение танцам от школы губернского бала и множество других не менее интересных площадок. Обалденно, очень красиво. Мы идем и взмущаемся. В хорошем смысле этого слова. Вот что вам особенно прям приятно глазу? Ну, все. Стиль, сам стиль сделанный. Фонари, лавочки. Все, конечно, и цветы, и все, да. И соответствующее, что офисы оформлены в стилистике. Да, да, да. Прекрасно все. Ну, очень нравится. Да, да, очень хорошо. Уж не зацепишь ни за что, чтобы упасть. Во-первых, мне нравится очень тротуар. Вот все, как было. Фонари, все красиво так. Очень даже. Все в стиле, все светло. Все в стиле, да. Все так необычно. Особенно смотрю, все на плитку. Какая необычная плитка. Ага. Такая, да. Очень даже хорошо. Деревья, что остались, все так же. Что вот тень. Хорошо все очень даже. Во время празднования Дня Города сразу в двух парках Московского микрорайона Комсомольском и Гагаринском открыли, причем в торжественной обстановке, спортплощадки с уличными тренажерами. Теперь ребята из окрестных дворов пробуют каждую из этих причудливых железяк и хотят укрепить свои мышцы. А какой тренажер вам больше всего понравился? Вот этот. Покольненький. Он типа велосипедов. А еще, может, какие понравились? Ну, пока мы только пришли, еще бы не видели. Тренажеры все великолепные, конечно. Любой по-своему хорош. Поэтому... Ну, заниматься спортом полезно. Естественно. Мы этим занимаемся всегда. На них очень удобно заниматься. Ну, и они помогают нам. Ну, то есть, позже мы уже разобьемся и будем сильными. По этому парку ездили машины. Здесь была дорога, грязь. Дома все растут. А тут и жители города Рязани благодарны тем, кто услышал нашу просьбу. И вместо очередного дома или развлекательного центра на месте вот этого пустыря был построен замечательный парк ухоженный с детской площадкой, с тренажерами. Мы очень благодарны тем людям, которые услышали наши просьбы. Открытие новой спортплощадки в Агаринском парке стало также и культурным событием. Ведь дворец культуры Преокский – это еще одна база молодых рязанских самбистов. ПЕСНЯ Бесспорно, что уличные тренажеры – это реальный шаг к развитию массового бесплатного спорта в России, да еще и гимнастика на свежем воздухе. Уличные тренажеры принято подразделять на кардиотренажеры и силовые тренажеры. Считается, что с помощью кардиотренажеров можно избавиться от запасов лишнего жира и укрепить сердечно-сосудистую систему. Еще, как считают специалисты, они оказывают общеукрепляющее действие на многие группы мышц, повышают общую выносливость. Кардиотренажеры делятся на четыре вида – это беговые дорожки, велотренажеры, степперы и эллиптические тренажеры. Силовые же тренажеры отличаются от кардиотренажеров своей направленностью на определенные группы мышц. Силовые тренажеры бывают нескольких видов. Это работа под собственным весом спортсмена, работа со встроенными в механизм тренажера весами, а также со свободным весом, то есть использование штанги либо гантелей. Не секрет, что сама идея уличных тренажеров подсмотрена в других странах. Например, в США насчитывается более 6000 парков и открытых пространств, оснащенных спортинвентарем. В Китае уличный гимнастический зал занимает площадь около 37 миллионов квадратных метров. В Рязани площадок с уличными тренажерами пока не так много, но начало положено, ведь заниматься можно уже начиная с подросткового возраста. И кто знает, быть может, именно такие спортплощадки послужат стартом для юных рязанских спортсменов становиться лучше физически и усиленно заниматься спортом. Надо сказать, что вот в этом году мы открываем, сейчас в Дни города мы открываем 4 площадки. 7 площадок достраивается, 5 на территории школ и 2 тоже городские по проекту «Газпрома». И они к 1 сентября будут завершены. А вообще надо сказать, что за последние годы мы 13 площадок открыли. И вот плюс ко всему еще урожай этого года. Так что я думаю, что в Рязани прибыло возможности у жителей, в общем-то, так скажем, быть приверженцами здорового образа жизни. Дай Бог, чтобы это людям служило на пользу. И главное, чтобы мы это все берегли. Официальное открытие детской и спортивной площадки возле стадиона «Спартак» состоялось еще во время празднования Дня города. А во вторник вечером рязанские велосипедисты устроили собственное празднование открытия первой в городе велодорожки. Она проложена по Лыбецкому бульвару от путепровода на улице Маяковского и до здания главпочтамта. Кстати, два года назад это место между путепроводами на улицах Маяковского и Чапаева выглядело весьма диким. Два года назад десяток эко- и велоактивистов провели первый субботник. Выкорчевали кустарник, убрали поваленные деревья и мусор. Затем им удалось заручиться поддержкой городских властей. И вот спустя это время на пустыре появилась не только велодорожка, но и фактически полноценная зона отдыха для горожан. Пришли на нынешний праздник около сотни велосипедистов. Они практически единогласно считают, что необходимо и далее развивать велодвижение уже на обычных городских улицах. Можно ли в городе по дорогам, например, прокататься или очень опасно, страшно? По дорогам опасно вообще ездить, а по пешеходам, там пешеходов много и тоже не всегда проедешь. Ну то есть вот такие велодорожки, вот как здесь, когда можно в принципе, ну достаточно она длинная, можно как бы погонять, то насколько это удобно, вот как ты думаешь? Ну удобно, погонять скорость будет. Но лучше побольше их делали и в городе лучше. В проезжей части тоже с ребенком особо как-то так страшновато. Поэтому хотелось бы, чтобы руководство нашего города все-таки как-то приняло во внимание наши пожелания, чтобы сделали, делали какие-то уже отдельные велодорожки там, по примеру, Москвы, допустим, в Москве много строится. Ну, хорошее начало, так скажем. Хотелось бы, чтобы продлили побольше бы и сделали, и красивее, больше зелени, больше зелени нам надо. Вообще сложный вопрос, чего именно не хватает. Наверное, более развитая и как раз инфраструктура. Все-таки вот эта велодорожка отлично построена, но в какой момент? Это парковая зона, не более того. То есть город остается по-прежнему городом для автомобилей. Кстати, сейчас велосипедисты разрабатывают идею маршрута велодорожки, которая протянется от торгового городка до Центрального парка культуры и отдыха. В спорте не место случайностям. Любые достижения – это прежде всего огромный труд. Вот и новое здание школы недаром возникло именно на месте небольшого клуба, площадью всего в 250 квадратных метров. Отсюда, выражаясь словами тренерского состава, школа и начала потихоньку разрастаться во все районы города. Это знаменитые клубы «Алим», «Буревезник», «Смена» и прочее. Если мы начинали с тысячи человек в нашей школе, то сейчас численный состав детей составляет 3286 человек. Символично, что большой спортивный зал, отвечающий самым современным требованиям, появился к десятилетию школы и Дню города. Но в измене спортсменов можно позавидовать. Все от фойе до раздевалок и душевой готовы принять будущих чемпионов, причем абсолютно бесплатно. Требования основные – это возраст, во-первых, и медицинские показания. Это основные критерии, по которым мы берем свои школы. Направления, по которым Юпитер планирует строить свою работу, помогут и ребятам, и родителям определиться с серьезностью намерений. Самбо, дзюдо, джиу-джитсу, рукопашные и универсальные бои, тэквондо – каждый выбирает, что ближе. Работа строится не только спортивная, но и воспитательная. Ну, во-первых, занятие спорта воспитывает, конечно, в первую очередь организованность, требовательность к себе, то есть это обязательно. Дальше мы в первую очередь смотрим на то, чтобы ребенок старался не то, что уметь кулаками махать, да, там, наносить какие-то телесные повреждения другому. Мы учим защищать, мы учим любить, уважать свою родину, своих родителей, младших, пожилых. Вы можете провести ребенка с 8 лет. Девочка, мальчика имеет значение? Нет, не имеет значения, берем всех. Каждый тренер работает с детьми и выбирает возраст детей. Кто-то со старшими, кто-то с малышами. Вы с какими? Я начинаю с начинающими детьми и продолжаю их воспитывать до 18 лет и потом передаю старшему тренеру. Набор новой смены начнется уже в августе. Если ребенок или родители по какой-то причине не могут записаться в начале учебного года, не страшно. Заявки, в том числе и электронные, принимаются круглогодично. Опытные спортсмены понимают, как важно не растерять запал и форму. Результаты есть. Есть спортсмены, которые знамениты не только у нас в городе, но и на уровне мира, на уровне России. Это, во-первых, наши знаменитые спортсмены Андрей Волков. Имена состоявшихся чемпионов можно перечислять долго. В спорте главное, чтобы этот список пополнялся. И пока в городе появляются подобные школы, за спортивную честь Рязани и России можно быть спокойными. Во время празднования Дня города свои двери открыл и отремонтированный зал спортклуба «Антей» по адресу улицы Толстого, 5. Двухэтажное здание во дворе 37-й общеобразовательной школы разделено на несколько секций. Но основной упор, по словам директора «Антея» Валерия Хабарова, безусловно, делается на развитие борцовских дисциплин. Здесь планируется тренировочный процесс группы греко-римской борьбы, группы вольной борьбы, грепплинга. Занятия будут проходить у нас тренерами высшей категории. Два тренера у нас сейчас пока с 1 сентября начнутся уже обучаться группы. То есть и мальчики, и девчонки могут приходить заниматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова